Для Анастасии Свирид самое главное – её муж и ребёнок. Девушка уверенно строит жизнь в Беларуси, ведь здесь созданы все условия для молодой семьи. Горожанка признаётся, когда с супругом впервые услышали про референдум, не раздумывая, решили идти голосовать, чтобы подать правильный пример маленькой Анечке. Мы всей семьёй решили собраться и съездить уже проголосовать, чтобы в самый последний момент просто не затягивать. Голосую в первую очередь за изменения, за новшества, чтобы наша страна могла в дальнейшем развиваться. Тем более, когда появляются дети, естественно, все мысли о детях и о их будущем. Как они будут в дальнейшем жить, какие будут возможности, будет ли у них крыша над головой и в дальнейшем, конечно, обучение их. Молодёжный микрорайон не остаётся в стороне. В 35-й школе работают 45-й и 46-й участки. В списках 4331 бобруйчанин. Только за первые два дня свой голос здесь отдали свыше 350 человек. Как сознательный гражданин нашей страны, как мать, я несу ответственность за будущее своей страны. И я хочу спокойно отпускать своих деток погулять на улицу и слышать звонкий смех. Я хочу наблюдать, как гуляют пары по городу. Хочу любоваться красотой наших улиц. Поэтому, как гражданин своей страны, я считаю, моим долгом прийти и сделать свой выбор за счастливое будущее. Я пришла на референдум, так как считаю, что мой голос очень важен. Точно так же мы должны приучать наших детей ходить на такие мероприятия, чтобы за них не решали другие люди и делали свое право выбора самостоятельно. Горожане, которые хотят проголосовать на другом участке, должны предъявить документ, подтверждающий место проживания. Комиссия рассмотрит каждый отдельный случай и примет решение. Это значимый день в нашей жизни, и поэтому я считаю, что каждый гражданин обязан прийти сегодня проголосовать. Лично я хочу, чтобы у нас было все хорошо. Возможность сделать свой выбор заранее есть по 26 февраля включительно. Заполнить и опустить бюллетень можно с 10 утра до 7 вечера. Перерыв с 14 до 16. 27 числа граждан ждут с 8 до 20 часов. В Бобруйске жители активно проявляют свою позицию на 99 участках. К слову, официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. Во-первых, изменения в семейном кодексе произойдут, произойдут изменения в образовании, в социальном развитии. За это и голосуем. Чтобы медицина у нас развивалась в лучшем направлении. Пенсии наши увеличивались, и пенсионерам нашим легче жилось. За хорошее будущее мы голосуем. За два дня досрочного голосования явка составила 14,53%. В Могилевской области – 15,1%. Это один из лучших показателей. Выше только в Гомельской. Замыкает тройку Брестский регион. Всего в стране образовано свыше 5,5 тысяч участков, где белорусы решают судьбу конституции. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.